Привет! Ваши бомбочки покрываются пупырками? Реагируют раньше времени? Плохо шипят? Не плавают, опускаясь над ног камнем? Хм... Возможно, все дело во влажности воздуха. В этом видео я предлагаю поднять довольно важную тему, а именно влияние влажности воздуха на процесс изготовления бомбочек. Основу бомбочек составляет лимонная кислота и сода, которая реагирует с водой. Это не секрет. При погружении в воду появляются активные шипения, выделение углекислого газа, масса пузырьков. Но что происходит, если оставить бомбочку в пространстве, буквально заполненном крохотными капельками воды? Сначала они проникнут на внешнюю часть бомбочки, провоцируя медленную реакцию. Затем влага будет проникать все глубже и глубже, вызывая все большую реакцию. И если влажность будет действительно очень высокой. Бам! Взрыв. Мы можем наблюдать реакцию только на поверхности или даже вообще идеальную поверхность, но коварная влага все же проникла надолго внутрь, смесь прореагировала и в итоге плохое шипение где-то там на дне ванны. Неужели можно делать бомбочки только в сухие дни? Спросите вы. А если все время влажно? В этих случаях нам помогут абсорбенты, то есть вещества, которые впитают излишнюю влагу, оберегая тем самым смесь. Самые популярные и доступные абсорбенты это сухое молоко, кукурузный крахмал, глина, коалин. И сейчас мы проведем тесты с этими абсорбентами. Мы возьмем разные их проценты, посмотрим кто справится лучше при влажности больше 60%. Кстати, прибор, который показывает влажность, называется гигрометр. Самый дешевый стоит около 1 доллара на Али. Основа рецепта для всех вариантов будет одинакова, меняться будет только абсорбент и его процент в смеси. Сейчас я покажу процесс на примере одного рецепта, а затем результаты после полного затвердевания всех бомбочек. Для всех рецептов, как я уже говорила, у нас будет база одинаковая, то есть сода 80 грамм, лимонка 40 грамм, масло около 1,2 грамма, твин 80 либо 20, около 0,6 грамм и ароматическое масло около 1 грамма. Обратите внимание то, что в составе нет воды. Вода и так будет активно выбираться прямо из воздуха и поэтому также я в качестве красителя буду использовать жирорастворимый краситель. Это очень важно, потому что водорастворимый краситель предполагает, естественно, то, что вы его сначала растворите и только таким образом он даст вам активный равномерный цвет. Все жидкие компоненты я всегда взвешиваю в отдельной емкости на более точных весах сотами после запятой, но в принципе я думаю то, что визуально понятно, сколько я чего добавляю, то есть в общей сложности там получается где-то столовая ложка всех компонентов. Влажность сейчас где-то 63%, она чуть-чуть укусилась по сравнению с утром, это нормально, в течение дня влажность сможет меняться, то есть ночью влажность обычно повышается и утром тоже, ранним утром, днем понижается, поэтому тоже учитывайте это, когда делаете свои бомбочки. Лимонная кислота также может подпортить нам малину, то есть если лимонка пролежала какое-то время в влажном пространстве, то она выбирает в себя замечательную влагу на поверхности, потом, когда вы уже делаете бомбочку в сухой тень, может дать реакцию. Я буду использовать сферу среднего размера, потому что она довольно показательна, хорошо подходит для таких экспериментов. Если вы новичок, кстати говоря, то я рекомендую брать не сферы, а плоские формы, потому что они с большей вероятностью будут плавать, с ними меньше проблем в принципе. Затвердевать у меня все бомбочки будут без формы, просто на решетке со слоем синдепона и салфеток. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...